МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Здравствуйте, уважаемые телезрители! Вы смотрите новости на телеканале 1-й Карагандинский в студии Гульнуржаки. В начале выпуска коротко о главных событиях дня. В Караганде впервые прошло чествование машиностроителей. В канун профессионального праздника работников машиностроительной отрасли поздравил заместитель Акима Карагандинской области Анатолий Шкарупа. Ключевые направления программной статьи «Взгляд в будущее» модернизации общественного сознания обсудили участники семинара в Доме дружбы. В Караганде прошло мероприятие для руководителей этнокультурных объединений. В Мангистаусской области завершилась крупномасштабная стратегическая командно-штабное учение БАТЭС-2018. В них приняли участие свыше 5000 военнослужащих из разных регионов страны. В Караганде впервые прошло чествование машиностроителей. В канун профессионального праздника работников машиностроительной отрасли поздравил заместитель Акима Карагандинской области Анатолий Шкарупа. В ходе мероприятия наградили лучших сотрудников компании «Казахмыс» за достойный труд и верность профессии. В Казахстане принято отмечать День машиностроителя в последнее воскресенье сентября. В канун праздника обладателей сложной профессии поздравил заместителя Акима области Анатолий Шкарупа. Он подчеркнул особую важность машиностроительной отрасли в жизни региона и пожелал работникам данной сферы безопасного и плодотворного труда. Выражаю признательность всем, кто сегодня достойно продолжает добрые традиции своих предшественников трудиться на предприятиях машиностроительной отрасли. Дорогие друзья, желаю всем крепкого здоровья, счастья, благополучия, безопасной работы и успехов на благо процветания нашей Родины, Республики Резократа. С праздником! Все мероприятие для зрителей выступали талантливые исполнители и творческие коллективы. С таким размахом День машиностроителя в Караганде отмечают впервые. У нас в компании числится более 5000 сотрудников. В этом году по поручению нашего руководства мы организовали такой большой праздник, чтобы поздравить наших ветеранов и лучших сотрудников. Сегодня Сейтмарза Жарлкасынов в числе тех, чем многолетний упорный труд высоко оценило руководство компании. Он начал свой профессиональный путь в далеком 1991 году. С тех пор Сейтмарза Жарлкасынов работает слесарем сборщика металлоконструкций на Карагандинском литейно-машиностроительном заводе. Свой богатый опыт в работе Сейтмарза Жарлкасынов передает молодому поколению. Он рад возможности делать качественную продукцию и трудиться в дружном коллективе. Я бригадирую в своем цеху уже 20 лет. И выпускаем подземные электровозы, подземные автобусы. Есть машина породопогрузочная, машина экскаватор выпускаем, ковши катовские выпускаем. Коллектив дружный. Администрация с нами работает тесно. Тесно студенты мы работаем. Назначены наставниками. Естественно, при тесном и грамотном подходе к этой работе у нас продукция идет хорошим качеством. Всего в свой профессиональный праздник почетные грамоты и нагрудные знаки получили 358 человек. Токжан Лянова, Аман Кужанов, Андрей Тимофеев, Первый Карагандинский. Два человека погибли в результате дорожно-транспортного происшествия, которое произошло 28 сентября на улице Карла Маркса в Майкудуке. По данному факту назначены экспертизы и проводится расследование. По сообщению пресс-службы областного департамента внутренних дел, 35-летний водитель автомашины Мерседес Бенц выехал на полосу встречного движения, где совершил столкновение с автомашиной Volkswagen Passat под управлением 29-летнего водителя. В результате аварии водитель Volkswagen и его 50-летний пассажир от полученных травм скончались на месте. Водитель Мерседеса с различными травмами госпитализирован. Факт дорожно-транспортного происшествия зарегистрирован в единый реестр досудебного расследования. Назначен комплекс соответствующих экспертиз. По окончании будет принято процессуальное решение. День вузов провел Карагандинский региональный проектный офис Рухани Жангру. Главная цель мероприятия – объединить многочисленные проекты студентов. Руководители офиса уверены, что День вузов станет таким же популярным, как и День гражданских инициатив. Школу студенческого актива, а также языковые проекты представили студенты Технического университета в региональном офисе реализации программы Рухани Жангру. Участники признали, что на разработку этих проектов ушло не меньше года. Школа студенческого актива направлена на то, чтобы развить у студентов творческие, ораторские, лидерские способности. Она состоит из двух этапов. Первый этап проходит в виде тренингов, мастер-классов и проводят их разные тренеры нашего города. Второй этап – он реализуется именно в проектах, чтобы студенты придумывали свои проекты и реализовали их в будущем. Свои проекты представили студенты других высших учебных заведений Караганды. Не случайно мероприятие названо День вузов. Организаторы отмечают, что если год назад главной задачей регионального проектного офиса было разъяснение программы Рухани Жангру, то сегодня здесь уже систематизируют многочисленные проекты, направленные на духовное возрождение. Сегодняшняя встреча призвана объединить карагандинских студентов общими идеями и проектами. Студенты – это мощный пласт, это главная движущая сила, чтобы любой проект социальный, экономический реализовывался в этой стране и приносил пользу здесь. Потому что это профессионалы, потому что это элита, условно говоря, будущая кадровая элита в любой сфере деятельности. И мы решили, что мы ежемесячно, последний четверг месяца, собираемся здесь с представителем вузов, со студентами активными, обсуждаем какие-то проекты, дискутируем на тему, стоит ли этим проектам жить, можно ли что-то поменять, что интересно для населения. И назвали его День вузов. Во время дискуссии выяснилось, что все вузы областного центра проводят много похожих мероприятий. Это и литературные встречи, и национальные праздники. В региональном проектном офисе Рухани Жангру отмечают, что если объединить все эти мероприятия, то получатся масштабные проекты с привлечением большого количества участников. Привлекать сюда и население, и детей, и взрослых, и пенсионеров в этнокультурные центры, давайте вместе что-то делать. И вот сейчас они стоят и думают, как объединиться, как они будут дальше работать. Организаторы уверены, что День вузов в региональном офисе Рухани Жангру получит такую же популярность, как и День гражданских инициатив. А это значит, что каргандинское студенчество выходит на более высокий уровень формирования будущего казахстанского общества. Андрей Ден, Сергей Высокосов, Андрей Тимофеев, Первый, Каргандинский. В Каргу состоялась конференция, приуроченная к 80-летию известного ученого Жамбыла Акылбаева. На мероприятие собрались ученые из разных уголков Казахстана и России, а также родные профессора. С приветственным словом на научно-практической конференции выступил заместитель Акима Карагандинской области Анатолий Шкарупа. Конференцию «Актуальные проблемы теплоэнергетики и прикладной теплофизики» посвятили 80-летию ученого Акылбаева Жамбула Саулибековича. Он возглавлял Карагандинский государственный университет с 1991 по 2004 годы. В 2007 году великий профессор ушел из жизни. Десятилетия спустя его до сих пор помнят как человека, внесшего огромный вклад в развитие образования. По инициативе Жамбула Акылбаева, Карагандинскому государственному университету было присвоено имя первого ректора Евнея Букетова. Отличный педагог, умелый руководитель и верный своей профессии человек. Таким запомнился своим коллегам ветеран труда. Он был человеком, который не терялся в любой ситуации. И что интересно, особенность его, у него сжималось челюсти. И потом у него был специфический разговор, и он выговаривал слова. И вот когда в словах поветался металл, то ясно было, что он в себе что-то держит. Но внешне он был всегда суровым, но справедливым, хочу сказать. Поэтому как человека я очень ценю его. И ценю его. И буду ценить. На конференцию съехались видные ученые из Астаны, Алматы, Павлодара и Петропавловска. Также были гости из Омска и Оренбурга. Открытие конференции посетил и заместитель Акима Карагандинской области Анатолий Шкарупа. Он отметил значимость конференции и необходимость сотрудничества вузов для развития теплоэнергетики. Данное событие, данная конференция будет способствовать укреплению связи и координации совместных исследований вузов, научно-исследовательских организаций, развитию потенциала университетов и внедрению перспективных форм для развития в том числе отрасли теплоэнергетики. Поставленные перед нами сегодня задачи невозможно решать в одиночку. Мы это все прекрасно понимаем. Поэтому необходимо активно развивать научно-техническое сотрудничество с промышленными предприятиями. На конференции присутствовали дети, внуки и родственники профессора. Именем Жамбыла Аклбаева названа кафедра инженерной теплофизики, экспериментальная школа-гимназия в Шевском районе, а также колледж в Балхаше. Тухжан Лянова, Жаслан Макулбеков, Андрей Тимофеев, Первый Карагандинский. В Караганде прошел семинар для руководителей этнокультурных объединений. Участники мероприятия обсудили ключевые направления программной статьи «Взгляд в будущее», «Модернизация общественного сознания» и задачи проекта «Казахстану». Ассамблея народа Казахстана на протяжении долгих лет является важнейшим инструментом реализации государственной политики. А потому члены Ассамблеи одними из первых обсуждают все проекты, принятые на уровне республики. Сегодня руководители республиканских и региональных этнокультурных объединений поделились своими мнениями о перспективах развития Ассамблеи. Встреча прошла с участием заведующего сектором секретариата администрации президента Азата Жолдебаева. Столичный гость поделился своим впечатлением от визитов в Дом дружбы. Это дом, в котором, скажем так, общий шанра, под которым собираются представители всех этносов, которые составляет один народ, народ Казахстана. В этом, наверное, его предназначение главное. В общем, очень большие и хорошие впечатления. Я думаю, что у нас хорошие перспективы и в этом доме. Конечно, новый дом, он еще осваивается, он еще будет развиваться. Я надеюсь, он действительно станет центром, где будут встречаться, собираться и где будет развиваться наш диалог. Ежеквартальный практический семинар стал диалоговой площадкой для представителей разных национальностей. Участники встречи обсудили направления, в которых следует развиваться Ассамблеи народа Казахстана. Своим мнением на этот счет поделился и руководитель научно-экспертной группы Карагандинского филиала Ассамблеи народа Казахстана Вилен Молотов-Лучанский. Он отметил, что необходимо развивать работу кабинетов медиации. У нас серьезные работают медиативные центры. Все они здесь, я бы сказал, знают наш кабинет медиации. Здесь очень много дружбы проводится, круглых столов, совещаний. Вот недавно мы обсуждали тоже поправки, которые могут быть внесены в законы медиации Республики Казахстана. И очень много связей. Караганда очень хорошо координируется и взаимодействует с другими медиаторами по Республике. Я думаю, что это очень хороший опыт. В рамках семинара участники получили возможность пополнить свои знания в области СММ-продвижения. Обучающий тренинг провел Ринат Балгабаев. Также в программу включили посещение Музея памяти жертв политических репрессий в Долинке и Литовского двора в областном центре. Товжан Лянова, Шалкар Алтенбеков, Андрей Тимофеев, Первый Карагандинский. В Мангистауской области завершилось крупномасштабное стратегическое командно-штабное учение «Батыс-2018». В них приняли участие свыше 5000 военнослужащих из разных регионов страны, в том числе и Карагандинской области. Для этого подразделение проделали марши в несколько тысяч километров. Ориентир 2. Отредоточным. Огонь. Согласно сценарию, незаконные вооруженные формирования развернули свою деятельность в западном регионе страны. Руководством учения создана объединенная группировка войск численностью свыше 5000 человек. Для этого проведена масштабная перегруппировка соединений и войсковых частей на несколько тысяч километров из разных регионов страны, в том числе и Карагандинской области. В ходе учения существенно увеличилась интенсивность полетов авиации как в дневных, так и в ночных условиях. С моря поддержку действием объединенной группировки войск оказывали катера и корабли военно-морских сил и пограничной службы. Специальные задачи учения выполняли подразделения Национальной гвардии и Комитета по чрезвычайным ситуациям. В ходе активной фазы были обнаружены и ликвидированы условные незаконные вооруженные формирования, которые попытались проникнуть на территорию Магастанской области и захватить стратегически важные объекты. В целом, результаты учений показали еще раз, что вооруженные силы Казахстана находятся на высоком уровне боеготовности, боеспособности и способны выполнить стоящие перед ними задачи. По предварительным оценкам руководства Министерства обороны цели учения достигнуты. Войска получили опыт и практику ведения боевых действий в западном регионе в условиях пустынной местности. Продемонстрировали высокую полевую выучку, выполнили поставленные задачи и готовятся к переброске в пункты постоянной дислокации. Андрей Тен, Андрей Тимофеев, 1-й Карагандинский. Третье поражение подряд потерпел карагандинский хоккейный клуб «Сарарка». В первом матче выездной серии наша команда уступила хоккейному клубу «Барс» со счетом 4-3. На 10-й минуте карагандинцы открыли счет. Через несколько минут последовала ответная шайба от хозяев льда. На первый перерыв команды ушли со счетом 1-1. Во второй 20-й минутке «Сарарка» вновь вырвалась вперед, забросив еще две шайбы в ворота хозяев. Однако в третьем периоде «Барсу» удалось сравнять счет и увеличить преимущество в одну шайбу. Шайбами в команде «Карри Хейкеля» отметились Айрат Зиязов, Максим Китцин и Владислав Никулин. Комментируя результаты игры, наставник «Сарарки» Карри Хейкеля отметил, что после второй пропущенной шайбы в команде началась паника. В конце игры главный тренер выпустил на поле шестого игрока. Однако за 45 секунд не было ни одного броска. В настоящее время хоккейный клуб «Сарарка» находится на 23-м месте турнирной таблицы. Следующий матч выездной серии пройдет 29 сентября. В Пензе карагандинские хоккеисты встретятся с местным клубом «Дизель». Андрей Тан, Андрей Тимофеев, Первый, Карагандинский. О новостях на сегодня все. Спасибо за внимание. Если у вас есть интересная информация, звоните нам по телефону 420649 и смотрите наши новости на сайте канала. Всего доброго. Редактор субтитров А.Семкин